МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С информацией контролера, сегодня в регионе порушение выявляется прикладно на каждом пятом сельско-господаршем предприемстве. Причем это могут быть и отсутность элементарных умов для работников, так и незаконное корыстание природными ресурсами. Разом с экологами и представниками областного центра гигиенной эпидемиологии и громадского здоровья в одном из рейдов принял дел Олег Сентюров. Коли не лечить долготерминовых наступств чарнопольской катастрофы, то относить Брагинский район до экологично-несприяльных нелька в оселеком разе в плане наведения парадку на земле иншим регионам ничем не заступает. А тому и увага контролеров не только по шагу порушений у природооховного и санитарного законодавства. У акционерного товариства Брагинка, например, размова об тем, как примусить людей заховывать культуру на земле. Один раз стоишь, звалку кажут, можно ликвидовать, але коли она возникает знов и знов, есть подстава задуматься над методами керавництва. Я всегда говорила, говорю, что есть кнут и есть пряник. Нужно уметь работать и с тем, и с другим. Но не перегибать кнута, потому что пряник может потом не исправить. У Ксуп Брагинский основная увага сегодня под артовцы техники. Коли кажуть, теплые надворы будут триматься и далей, то у другой полови соковика можно будет починать работу на палетках. Неких значных зауваг до культуры в творчестве тут до речи так само нема. А вот на элементы доброго порадкования увагу звернули. Малая архитектурная форма – сегодня это обоисковый элемент ферм и мягдваров. Подоходит еще и старый трактор 70-х годов, и фонтан с русалкой. Фонтан, правда, зараз не працует, а русалка до места. Разом с тем контролеры означают, по куль природооховное законодавство выконывается не усюды. Сирот наибольш значных проблем – так званное специальное водокористание. У свой час на территории Гомельской области пробурили клят трех тысяч сведровин, некоторые пришли уже у непригодность, некоторые працуют, але часто незаконно. На сегодняшний день в Гомельской области более 200 предприятий сельхозхозяйственного значения и разрешение на водопользование, на специальное водопользование отсутствует у 59 предприятий в целом по области. В том числе, если вот по Брагинскому району, такое разрешение отсутствует у одного предприятия. Проблемой можно лечить и наявность ферм, побудованных у 70-80-х годах. Узводились они под тагочастные, а зараз уже состарелые технологии. Теперь тут и в плане охоты природы есть питание, и в плане створения нормальных умов для работы и отпочинку працующих. У некоторых господарков спробують, не что заменить. А лишь мат детс посылаются на судность необходных сродков. Если недостаточно помещений, чтобы разместить те же санитарно-бытовые для работающих, то иного способа, как их построить, не существует. А это требует значительных финансовых вложений и решений уже на уровне именно власти. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Угомель», Брагинский район. У Гомельской городской жилево-коммунальной господарцы до конца лютого будет працовать гараж и олиния по теме изменений у системе оплаты коммунальных послуг. Только за два дни, на протягу яких працует линия, до специалистов за отломочениями звернулося свыше 200 человек. Какие пытания возникли у гомельчан, доведалась Марина Северьянова. В ближайшие дни же хоры Беларуси отримают студентские квитанции на оплату коммунальных послуг. Але уже зараз многие начали подличивать, кольки придется платить за воду, электричность, техобслуговывание по новых нормативах. Пытаний оказалось немало. До речи, ранее подобные звонки поступали на номер диспетчерской службы у Гомельской городской жилево-коммунальной господарки 115. Але их было так шмат, что вырешено было открыть гаражую линию. Задать свои пытания можно на протягу лютого у будние дни с 9 до 17 годин по номере 70 37 81. В основном люди, конечно, интересуются тарифами на жилищно-коммунальные услуги и изменениями, которые введены указом. Например, санитарная уборка подъездов, новая услуга. И второй вопрос, который их волнует в большей степени, это изменение оплаты за пользование лифтом. Разберемся, какие тарифы изменились и за какие послуги будем платить по-новому. Оплата за электроэнергию и газ повысится на 20%. Зуликам податку на добавленную вартость. Оплата за воду и канализацию, сходячи из попередних дадзиных, узрасте прикладно у 3,5 разы. Это, коли семья не будет выходить за межи установленного что-месячного объема споживания воды. Нагадаем, зараз это 140 литров на человека. Что до корыстания лифтом, то оплата этой послуги поделится на два пункты. Раньше у нас была услуга, называлась «Плата за пользование лифтом». Люди платили 6911 рублей за каждого проживающего, либо зарегистрированного в квартире, начиная со второго этажа, кроме детей до года. Значит, сейчас эта услуга разделилась на две. То есть сейчас появилась новая услуга техобслуживания лифта и плата за электроэнергию в лифтах. Вот техобслуживание лифта сейчас берется в зависимости от общей площади жилых помещений. И вот это у людей вызывает в основном много вопросов, почему все-таки так. А оплата за электроэнергию возмещается по фактическим затратам, которые понесла эксплуатирующая организация и будет выставляться жильцам непосредственно по факту этих затрат, полученных по сведениям Гомелинерго. Норматив на оплату техобслуживания лифта уже затвержены – 617 рублей за квадратный метр квартиры. Например, для семьи из трех человек, которые проживают у квартиры площадью 48 квадратных метров, эта сумма в складе около 30 тысяч, плюс оплата за электроэнергию, что тратится на работу лифта. Это еще около 20 тысяч, отримывается 50 тысяч в месяц. Для правонания у Снежни было около 20. А кроме того, изменения отбылись и в системе оплаты техничного обслугования подъезда. Спиралику работ, прописанных в графе техничного обслугования, некоторые будут выключены. Например, уборка дворов, рамон покрытия проездов и проходов, догляд за зелеными насаджениями – все это оплатить мясцовый бюджет. А вот уборка подъезда уже за кошт насельництва. Усяго ж оплата коммунальных послуг у середнестатистичной двухпакайовой квартиры у зрасте прикладна на 230 тысяч. Сродки, зэкономленные у вынику реформирования системы оплаты послуг ЖКГ, плануются накеровать на проведение капитального ремонта у жильевым фонде. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. На Гомельшине протягивается республиканская акция под назвой «Тут живее ветеран». За первый тыдень ее проведение на Гомельшине было установлено коляста специальных табличек, які указываются на то, что в обранном доме цикватеры проживают ветераны. За ходом акции сошат наши корреспонденты. До акции за инициативой проведения, якой выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру», долучилися пионерская организация «БРСМ» и «Союз ветеранов». Представники громадских объединаний уразом отправились по черговому адресу, как замыцовать специальную табличку и подяковать ветеранам за перемогу. Я хочу вам сказать, что очень волнительно все это происходит, потому что эта акция – это повод для таких вот очень теплых, сердечных встреч. И, конечно же, ветераны благодарят, они очень рады, что о них не забывают. И что, несмотря на то, что юбилейный уже год 75-летия прошел, у них представители общественных организаций, в том числе фонды «Мира», частые гости. А для нас это очень большая честь и ответственность. На этот раз костей с устрока у ветеран Великой Ачинной войны Владимир Афанасьевич Шкабарын. По столетию ему довелось совсем рано. Война увырвалась у их життё, коли ему было у сего 13. В 1942 году расстреляли батьку, а еще прозвод мати. Коли ж хлопцу сполнился 14, он пошел у партизаны. А в своем тяжком детстве сёне он расповедая пионерам, таким же подлеткам, яким он был и сам у годы войны. Дарычу, этот день для теплой встречи с ветераном была еще одна нагода. Владимир Афанасьевич сустрел свой 88-й день народжения. Организаторы акции повеньшовали его со святом, уручили подарунки и пожадали мощного здоровья. Люди не все же знают, старый-старый, а что участник войны не будет же, а сейчас люди подъезда будут видеть и знать, кто здесь живет. С благодарностью от своего имени и имени моей семьи, что о нас есть забота государства и нас не забывают. ГТС Устреча двухпакалению стала стартом целого марафона мероприемства, промеркованных до дня юного героя антифашиста. У каждой пионерской дружине в области пройдут сборы, на яких расскажут об юных героях войны. А кроме того, до конца тыдня свои места займут и еще коля сотни табличек с надписям «Тут живет ветеран великой шины войны». Дякую за перемогу. У Гомеля подвели выники областного конкурса «Заслон обеспеки». Он проводится сярут дитяших и молодежных театральных коллективов. Две лепшие постановки представили глядашам со сцены городского центра культуры. Подобный творческий конкурс один и Украине. Школьники рыхтовали театральные представления на тему «Беспеки житедейности» по властных сценариях самостоинно створали костюмы. Заявок на конкурс поступило больше за 30 и только 15 лепших постановок пройшли в полфинал. Из всех районов Гомельщины досылали креативные виды, які споборничали в двух номинациях «Каска» и «Мюзикл». Лепших вызначало журы в складе супрацовников МНС и театральных дейчев. По номинации «Каска» во взрослой категории с первых по пятые классы лепшими признали наученцев Толовинской средней школы Гомельского района. У старейшей группе перемогла торфа заводская средняя школа так сама Гомельского района. Областный центр ознашился у номинации «Мюзикл». Девята школа отримала первое место. Новины регионы, информацию о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин